Казанская икона Божией Матери – один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. Именно эта икона сопровождает человека в течение жизни. Ее дарят на крещение, привенчание. Ей молятся, если болеют, берут с собой в путешествие. Икона Божией Матери была обретена в Казани в 1579 году после страшного пожара. Богородица приснилась девятилетней девочке Матроне и указала место, где лежит образ. На пепелище действительно нашли икону удивительной красоты. После ее обретения в городе начали происходить чудеса. Больные исцелялись, слепые прозревали. Особую роль играет казанская икона Божией Матери в батальной истории нашей страны. Список с образов помог Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину прогнать с Руси польских интервентов. Не отврати лица твоего от прибегающих к тебе. Умоли, милосердая Мати, Сына твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу. Есть такая легенда. Во время блокады Ленинграда православные обратились к Сталину с предложением пройти крестным ходом с иконой Казанской Божией Матери. Генералиссимус дал добро. Вскоре после шествия немецкое окружение было прорвано. Еще одно чудо, связанное с образом, случилось в ноябре 2023 года. Чудотворный список Казанской Божьей Матери, тот самый, с которым оборонил землю русскую князь Пожарский, спустя 105 лет вернулся к верующим. Все эти годы он считался утерянным. Это великая святыня, она как бы близка очень к нам. И по истории, потому что сейчас происходит уже то, что звонят, то, что показывают там в тех епархиях, где она пребывает, совершаются чудеса. Вот поэтому я хотел бы всех оренбуржцев пригласить и почтить эту икону. Казань близко, это наш один близкий нам край, и поэтому она всегда была заступницей. Крестный ход с иконой Казанской Божьей Матери идет по России с 6 мая. У верующих оренбуржия будет возможность помолиться за здравие и за победу 8 и 9 июня. Елена Фурсова, Никита Сергеев, Новости дня.